МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двигаясь со стороны Кремля, я почувствовала сильный удар. Что теперь намерены делать владельцы поврежденных машин. Спустя 12 лет. Столько лет он прятался, и только оперативным путем удалось установить местонахождение, и он был уже задержан. Дело последнего подозреваемого похищения человека в 2006 году дошло до суда. Обнаружено мертвый. Бабушка шла одна в теплой одежде, но на ногах у нее были летние туфли. Тело пропавшей бабушки нашли в лесу. Это и не только прямо сейчас. Около десятка автомобилей попали накануне в дорожную ловушку на пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Чистопольская. Все как один друг за другом автомобилисты влетали в яму, вырезанную дорожными службами. После преодоления препятствия способность передвигаться машины теряли. Из внешних повреждений у всех пробиты колеса и погнуты диски. Возможные повреждения подвески на глаз не определишь. Избежать попадания в ловушку, говорят водители, было сложно. Яма в асфальте никак не была ограждена, и замечали ее в темноте в самый последний момент. Рамиль Шайдулин узнал, что теперь намерены сделать владельцы пострадавших автомобилей. Мы путешествовали с Перми в Москву. С Перми в Москву? Да, мы заехали специально сюда, в Кремль, посмотреть. Водитель китайской иномарки Ольга рассказывает, что в Казань они заехали по пути в Первопрестольную. Говорит, просто хотели посмотреть на красоты города. Но задуманная экскурсия омрачилась дорожным происшествием. Однако, несмотря на испорченное настроение, ее обрадовало то, что незнакомые ребята остановились, чтобы помочь путешественникам. Что-то делали, сказали, я в экскурсии, я в экскурсии сказала, что в Казани хорошее исключение оставьте. Молодые люди и денег не взяли, и настроение приподняли, признается она. Автоледи сообщила, что она первая, кто попал в эту дорожную яму и остановился, но не последняя. Затем в эту ловушку стали попадать и другие автомобилисты. Некоторые меняли колеса на месте и уезжали. Некоторые вместе с ней остались дожидаться сотрудников автоинспекции. Двигаясь со стороны Кремля, по средней полосе я почувствовала сильный удар, въехала в яму и пробила колесо, сняла диск. И таких участников ДТП было очень много, многие просто меняли на месте и уезжали. Еду, еду, я такой кайфую, радио включил любимое. А тут бац, яма, вырулить некуда, машины все сторонам едут тоже. Максим Осипов, водитель Форда Фокус, хоть и поменял колесо на месте, сам отмечает, что будет добиваться возмещения ущерба. Еще один участник происшествия, водитель отечественного автомобиля, уверенно заявляет. Этих ям не было еще несколько часов назад. Они появились буквально недавно. А как думаете, яма вообще давно существует эта или как? Нет, думаю, недавно. Вырезали ее, скорее всего? Вырезали, да, потому что ее не было. Мужчина предположил, что их для дальнейшего ремонта вырезали сотрудники дорожных служб и почему-то не стали ограждать. Участники ДТП сами решили сделать замеры дорожной ловушки. Метр тридцать. Сейчас водители надеются, что организация, ответственная за этот участок дороги, возместит им причиненный ущерб и отремонтирует, наконец, покрытие. И дело, уверяют некоторые, не столько в деньгах, сколько в принципе. И ради него готовы идти до конца. Рамиль Шайдули, Нафиса Минязова, Адель Малахметов. Вызов 112. Смертельное ДТП произошло в Чистопольском районе республики. 36-летний водитель грузовика МАН погиб, опрокинувшись в кювет. По предварительной версии, дальнобойщик не выбрал безопасную скорость. В какой-то момент он потерял управление, в результате чего машина съехала в кювет и наехала на опору ЛЭП. Бегал от следствия около 12 лет, но все равно оказался на скамье подсудимых. Верховный суд Татарстана начал рассмотрение уголовного дела в отношении 37-летнего Дениса Федотова. Мужчину обвиняют в преступлении, в котором он, как уверены следователи, принимал участие еще в 2006 году. По версии обвинения, подсудимый причастен к похищению человека и грабежу. Из зала суда репортаж Айрата Назипова. На скамье подсудимых 37-летний Денис Федотов. По версии следствия, последний участник организованной группы, большинство членов которой были осуждены еще в 2007 году. Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2006 года злоумышленники с целью получения выкупа похитили 19-летнего Рустена Шамсудинова. Подкраулив молодого человека на улице, они избили его, посадили в машину и, соблюдая все меры конспирации, отвезли в частный дом в поселке Нагорный. За освобождение заложника похитители планировали получить от его родителей порядка 100 тысяч долларов. Однако выдвинуть родственникам требования о выкупе они не успели. Похищенный молодой человек смог выбраться из дома, несмотря на то, что был привязан веревками к батарее. Через два дня, воспользовавшись тем, что охрана его куда-то исчезла, приставили к нему охрану, он разбил стекло в окне и через окно покинул это место, где его удерживали и сообщил о своем местонахождении и, соответственно, работникам полиции. После этого полицейские оперативно задержали пятерых подозреваемых. Их осудили на следующий год после похищения. В общей сложности члены группы получили от 6 до 12,5 лет лишения свободы. В настоящий момент некоторые из них уже освободились из мест заключения. Судьба Дениса Федотова в долгое время оставалась неизвестной правоохранительным органом. Шестой участник похищения годами скрывался от следствия. Его задержали лишь в январе этого года. Его роль заключалась в том, что, по сути, ну как обеспечивали охрану они. Они как те люди, которые должны были обеспечить безопасное передвижение, чтобы никто их не задержал. И таким образом и в последующем он в этом участвовал. В отношении Федота возбудили уголовное дело по статьям похищение человека организованной группы и грабеж с применением насилия. Свою вину мужчина не отрицал. Сегодня на судебном заседании не пришли двое потерпевших. По этой причине процесс отложили до 24 апреля. Айрат Назип Константин Бушуев. Вызов 112. В Татарстане будут сузить бывшего сотрудника полиции за информирование браконьеров. В отношении экс-командира полицейского катера Рафиса Камалеева возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Получение взятки за незаконные действия и превышение должностных полномочий. По версии следствия, обвиняемый получил от браконьера 15 тысяч рублей. Как выяснили оперативники, незаконное вознаграждение Камалеев получил за сокрытие фактов, нарушение закона и информирование злоумышленников о проводимых рейдах на Волге. В ближайшее время материалы уголовного дела будут рассмотрены в Ахитовском районном суде Казани. Поиски закончены. Тело пропавшей две недели назад в Нижнекамске бабушке нашли. Его днем в лесу обнаружили волонтеры. Альбина Минебаева была вместе с поисковиками и знает подробности. Коттеджный поселок Солнечный. В сотни метрах лес. В нем и нашли тело пропавшей бабушки. Непонятно, как она сюда добралась. Повсюду повалены деревья и ветки. Идти очень тяжело. В момент ее пропажи здесь еще были огромные сугробы. Пенсионерка лежала в пяти метрах от глубокого оврага. Как она через него прошла, неясно. Недалеко от тела лежит ее обувь. Женщина ушла из дома в летних босоножках. Тело обнаружил руководитель поисково-спасательного отряда. Писание одежды очень было подходящим. Потому что мы давали в ориентировке, о чем говорили родственники. Бабушка шла одна в теплой одежде. Но на ногах у нее были летние туфли. И никто из прохожих это не заметил и не обращал на это внимания. Сейчас сотрудникам полиции предстоит выяснить, что стало причиной смерти и как бабушка оказалась в лесу. Тем временем волонтеры продолжают поиски еще одного пенсионера. Владимир Суханов пропал почти месяц назад. С тех пор о нем никто ничего не слышал. Альбина Минибава, Эльвира Софиулина, Марсель Джураев. Вызов 112. Полицейские Татарстаны изъяли партию поддельного алкоголя на сумму 400 тысяч рублей. Хозяевами фальсификата оказались двое жителей набережных Челнов. На территории гаражно-строительного комплекса стражи порядка обнаружили грузовик с 3,5 тысячами литров спиртного. Анна Городнова продолжит. Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности, всю алкогольную продукцию подозреваемые продавали на территории гаражно-строительного комплекса, обыскав их грузовик. Стражи порядка обнаружили больше 150 коробок со спиртным. В общей сложности сотрудники экономической безопасности обнаружили порядка 3,5 тысяч литров спиртного на сумму 400 тысяч рублей. Согласно результатам экспертного исследования, изъята алкогольная продукция не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание по данной статье – 6 лет лишения свободы. Анна Городнова, Ратнадзипов, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-98-69-1212-1212. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин